Дим, ты все спрашиваешь и спрашиваешь. Расскажи про себя немного. Так никто ж не спрашивает. Никому не интересно. Очень интересно. Мне очень интересно. Про то, что ты пять лет в покер играешь, это я знаю. Нет, я один год играю. Пять лет назад я начал. А именно так вот, чтобы играть в год, да? Чуть больше. 4-9, хорошая карта. Алексей, не подведи нас. Да-да-да. Колл Алексея, король валет у Лауриса, но надо делать рейс. Только побольше, наверное, немножко. И колл. 1600 в банке. Сейчас посмотрим, как Алексей воспользуется своим преимуществом в игровой практике. В мастерстве. А ты попал? В ворота. На утра. Чек. 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 Попытался, обманам, забрать этот банк Алексей. И, тем не менее, четверки тоже было достаточно, чтобы выиграть. Выиграть и еще один напиток приносит Алексею. Он устанавливает мировой рекорд по количеству напитков выпитых за одним покерным турниром. 29. А в год сколько получается? Месяца два, наверное. Месяца два? Меньше иногда. Смотря как сезон когда заканчивался. Дима, спроси на самом деле, что тебя интересует. Сколько получаете? Что не в сезон делаете? На какие курорты ездят? На какие курорты, да. Кто с вами ездит? Напомню, что Блайнд 200 и 400, и Мари сделал двойной райз. Лаурису тут был all-in пойти. Call. Call. Интересная такая партия может получиться. Как-то флопы немножко нас не радуют. Не получается, что обоим игрокам зацепиться за флоп. Поэтому довольно односторонне каждый раз все происходит. Вот и на сей раз есть пара у Лауриса. И ничего нет у Мариса. Думаю, что... Скинет он карты. Я уже на хэнде-хоу. Nice. Call. Нет, call. Еще мы понаблюдаем за этой баталией. Видимо, Марис посчитал, что 600 это немножко фишек и решил посмотреть четвертую карту. Пятерка. Лаурис должен продолжать нападение. 1200. Есть что-то? СМС-кай отправит сейчас тебе. Отправь номер на 4455 и узнает о джихе. Нет, все-таки Мариса дрогнула рука. И он не смог выдержать второго удара от Лауриса. Дим, ты сейчас спрашиваешь, спрашиваешь. Расскажи о себе. Ты уже просил. Я просил, ты не рассказал. Я уже второй раз спрашиваю. Дим. Ну, хорошо, пять лет назад я нашел. Играл ради хобби. Серьезно не относился к этому. Это будет очень интересная раздача. Ты не останавливайся, главное. Я с этими действиями сижу, параллельно рассказал. Я там 1100. Ты еще стараюсь. В общем, под год более-менее профессионально тебе занимаюсь. Да, не скидывай тогда. Распрофессионально. Заходи. Заходи в игру, Димон. Не понял. Не смог Алексею говорить Дмитрия зайти. Ну, что еще добавить? Ты играешь? Где играешь? Ну, на X-Pect, разумеется. Где? В режиме Turbo Super Turbo. Иногда линии не играют. Ну, это мне ближе. Агрессивно. Ну да, на самом деле, каждый должен найти свое. Да, смотри. Теперь мы знаем уже о Дмитрии, о том, во что он любит играть. Он играет в основном в Set&Go турниры Turbo Super Turbo. А что это такое, Виктор, расскажи. Это вот как мы сейчас видим турнир, но с более быстрым временем, когда поднимаются блайнды. То есть, такая классическая тактика для этих турниров. Сначала играю очень аккуратно, и потом ставлю all-in. Вот этим и занимается Дмитрий, и зарабатывает этим себе на жизнь. Живу очень резко отбираю. А сколько в день ты играешь? А, сколько в день? Да. В рабочий день 6 часов. Ого. Поехал где-нибудь играть. Был, да, на Китрово. Турнир был неплохой. Получилось в призовое попасть. Да. Да, Дмитрий зашел в Кипр в призовые деньги, вылетел на 11-м месте. Ему немножко не повезло. Он пошел на король даму all-in, ему показали король валет. И на флопе пришел валет. Ну, может до Лас-Вегаса доберемся. До Лас-Вегаса. Почему говорит о Лас-Вегасе Дмитрий? Сейчас мы вам расскажем, потому что победитель сегодняшнего турнира. Вот этого турнира. Которого вы смотрите, получает возможность участвовать на Latvian Open в марте. А победитель Latvian Open едет в Лас-Вегас на VSOP Main Event, в котором боим 10 тысяч долларов. А первое место около 8-9 миллионов долларов, в зависимости от количества участников. Поэтому, в общем-то, отсюда до этих денег уже рукой подать. И сейчас Лауре сделает маленький, но уверенный шаг к этим 9 миллионам. Ну, давай, тогда уже и ты о себе расскажешь. Да, я расскажу. Где ты играешь? Ну ладно, подождем раздачу, ты подумаешь, что ты... Не то, что подумаю, так... Ну, Виктор, раз Алексей не хочет о себе рассказывать, может, ты что-то нам о нем расскажешь? Что из себя он представляет? Алексей также является профессиональным игроком в покер, и он также играет одностоловые турниры, ситон-гол, как и Дмитрий. И у него есть команда, которая занимается также профессиональным, там сейчас 5 человек, и они этим зарабатывают на жизнь. Подружились Алексей и Марис, а на флопе Дама Туз 2. У тебя есть флеш-дро, сразу скажи. Просто я даже не знаю, сколько дальше, чтобы ты за ними не пошел. Для тех, кто не знает, в прошлой серии, в начале этого турнира, Марис перекупил, как принято говорить в таких случаях, Алексей, и дождался свой флеш-дро за довольно большое количество чипов, и выиграл большой банк. С тех пор Алексей довольно болезненно относится к теме флешей, и поэтому сразу решил узнать, есть ли поход на флеш у Мариса. А вы дальше по сташеству, у кого король есть. Алексей поставил 1400, и Марис скинул более сильную руку. О, плюс 1000. Слушай, сколько кто-то уже пишет кому-то, что ты пишешь? Вы договорились, или что? Он лепил хэндом 7 с этих флешек, и он перекачал. Не, я не пропорю. Именно приравнивание... Там 1350, и здесь 7. Вот он все, наверное, и отдает. Нет, пара маленькая. Что там было? Правду сказал Марис, что у него была маленькая пара. Дим, расскажи ощущение, как быть чип-лидером за столом. А я чип-лидер? Точно. Главное. Главное.